Сергей Евилев. Я его знаю недавно, с недавнего времени. Хотя, честно говоря, вот меня Андрей поймет, и многие, кто занимается журнальным делом, я получала в самотеке бесконечные его стихи. И я бесконечно их не брала в журнал. И это было, ну, наверное, это наш, может быть, снобизм какой-то. Я не знаю, но кто занимается этим делом, поймет, что иногда... Ну, вот мне, там, главному редактору не дают. И при этом у меня есть, там, где-то коллеги, они там... Ну, очень, короче, Сереже мы отказывали. И я думала, что он никогда мне это не простит. И тут произошла удивительная история с тем, что мы задумали YouTube-канал, называется «В новом свете». И он оказался очень симпатичным ведущим. Выглядит он прекрасно. Он сделал штуку, взял на себя финансовые истории с тем, что монтировать это, картинку, там, на зеленом экране, это все, там, библиотека и так далее. И он, и мы с ним договорились. Давай ты будешь всех авторов «Нового света». Мы будем тебе это предлагать. И не только «Нового света». Потому что сейчас, допустим, там, с Быковым договорились, там, с Турш-Азой договорились. Мы будем делать эти интервью. И... И он... О! Вот следующее интервью, это будет с Грисмана, потому что 20-летие интерпоэзии. Ура! И это будет интервью. Я с Быковым не буду. Нет, право! Нет, Быковым не буду. Я терпеть не буду. Да, у меня тоже там не срослось, но не важно. Он сказал, что он даст нам интервью. С тобой будем? Главное, что... Что Сережа взял на себя эту очень непростую ношу. И теперь эти интервью один за другим появляются на экране, и этот YouTube-канал смотрят, и это очень здорово. Поэтому, дорогие авторы, аниме того... Это сама реклама. Благодаря Евлюгу тоже. Welcome! И мы будем брать у вас интервью, и мы поговорим о лауреатах Ниагары. И... И... Приходите к нам, смотрите. И радуйтесь. Потому что я думаю, что для автора всегда приятно. Но это остается, вот это вот интервью, вот этот разговор. А! И что для него фишка, самое главное, мы когда начинали это, и я ему говорила, ну давай вот интервью, вот я тебе инфу всегда сбрасываю по поводу какого крутого человека ты сейчас взял в интервью. Он говорит, нет, я так не хочу. Я хочу говорить о литературе без литературы, задавая странные вопросы. Ну, мне очень жаль, что Лилия сняла свою интервью. Очень жаль. Правда? Правда? Вот скажите. Вот зачем она? Не надо провокаций. Ела. Так бывает, что как бы... Ну, я тоже понимаю. Мне иногда... Я себя вообще ненавижу в этих интервью. Я на себя смотрю и думаю, ай, какой ужас. Ну, в общем, я к тому, что все вы сегодня присутствующие и авторы «Нового света» тоже могут оказаться в нашем YouTube-канале и вас будут смотреть. А у Сережи, вы не поверите, 64 тысячи подписчиков на Facebook. Воу! Воу! Это крупный.